Good morning, good evening. Это называется Лисёнок соскучилась. Я знаю, что ты не спишь. Давай вставай, у меня лоток полный. Мне дышать здесь нечем, вставай, выноси. Лучше бы ты дальше спал. Лицо Лисы, когда ты опять снова уселся. На подоконник с отрица, со своими завтраками. И не собираешься делиться. Ты никогда не делишься. Кто-то за ночь всё стекло вон, лапами своими и носом затыкал, закопал. Клевета. Всё в разводах. Да? Это не я. Это всё паршивые голуби. Они и мне всю ночь спать не давали. Обида, печаль, давление на жалость. Да, тебя разжалобишь. Тяжёлые вздохи, взгляд в окно. Мой хозяин жадное, ворчливое дно. Жизнь налегка. Сидитель-катафалка. И уже давно никого не жалко. Господин, что вы себе позволяете? Вы припарковали свою колесницу слишком близко к детской площадке. Вы что, не видите, что это зона отдыха и досуга нашего будущего поколения? Мы с моим компаньоном ужасно возмущены. Вы не ведаете, что творите. Вы меня ужасно разочаровали. Чудовищная бездуховность. Нет сил жить в таком обществе. Какой ужасный социум окружает меня. Вот ещё поразбросали здесь. А мне потом ходи, поднимай. Когда поганые люди портят экологию, где-то на балконе грустит одна лиса. Что за люди? Да как у тебя язык поворачивается их людьми называть? Животные. Кого-то закрыли на карантин. А кого-то и не открывали. На улице солнце. Внутри печаль. Хозяин пьёт чай из грязной кружки. Совсем не делится. Да нужен мне твой грязный чай. Бутылка с под сгущёнки не разгрызается. А вот и сгущёнку обидно. Мех облезает. Силы покидают. Что же делать? Что же делать? Я подскажу тебе, что делать. Загляни в лоток. Посмотри. Я там уже нашёл тебе занятие. Да. Сделано с любовью. От души. Ну и чё мы уселись? Моё дерьмо само себя не уберёт. Я что, буду сидеть здесь и нюхать это? Давай убирай моё дерьмо. Свой грязный чай допьёшь потом. Как бы привлечь его внимание. Хоть бы друзья к нему пришли, что ли. Они это всегда подкармывают всем, что на столе находится. А этот гад не делится. Чего от тебя ждать? Ты лоток полчаса вынести не можешь. К вечеру, наверное, ещё и купать опять поведёт. А к утру весь балкон в шерсти. Ну извините. Веника и корца ты меня не оставляешь. Приходится за собой голыми лапами убирать. Спасибо, хоть окно открытым оставляешь. И то радость. Грусть. И чем можно весь день заниматься за ноутбуком? Не понимаю. Насрать в лоток, что ли? Чтоб не скучал. Да я б насрал. Да нечем. Неси пряники. Я знаю, у тебя есть. Ты обязан ими со мной поделиться. Жадная сволочь. Или стекло своим носом снова истыкать. Если не принесёшь пряники, я не носом его истыкаю. Будем брать измора. Сволочь. Гад. Лисий гипноз. Я же чувствую запах пряников. Свежие пряники. Ты принёс их на кухню и открыл окно. Специально? Я не только чувствую их запах. Я уже вижу этот пакет. Очень хочется. То ли спать, то ли жрать. Пока непонятно. Всё. Я... Я отключаюсь. Твоя жадность убила меня. У меня нет сил терпеть. Всё. А может пойти чего из миски пожрать? Да нет, он должен дать мне этот пряник. Я знаю, что ты придуриваешься. Такое уже не один раз было. В очередной раз я слышу клевету в свой адрес. Да как ты смеешь? Хитрые глаза твои. Как только приходят друзья, сразу лисёнок впадает в печаль, грусть, он болен. Но как только появляется рука с чем-нибудь таким интересным со стола, лисёнок тут же оживляется, начинает всякую активность показывать, радость, забывая о всех депрессниках и недугах. Ну, подумаешь там, схитрил чутка. Один раз всего такое было, что ты вот это рассказываешь, что постоянно, всегда, каждый раз, когда они приходят. Да у тебя здесь моим дерьмом так воняет, что они уже перестали приходить, твои друзья. Меня этим не проймёшь, засранец. Да что б тебя голуби обгадили. Да, стало бы ты просто так здесь на жёрдочке сидеть, если там внизу можно на коврике лечь, развалиться, но нет. Нужно демонстративно на уровне подоконника сидеть и грустить. Пошёл ты, кретин. Я что, сказал это вслух? Давай пряники! Я сказал. Ну, пожалуйста. Ну, я же не прошу много. Ну, хотя бы один. Я же чувствую его аромат. Ты бы хоть окно на кухню закрыл, я не знаю. Ну, так как уже поздно, дай хотя бы один. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, чего тебе стоит? Это всего лишь пряник. Я же не прошу тебя сделать мне маникюр, расчесать, принести кресло с прошлой квартиры, чтоб я его всё разодрал. Ничего подобного. Просто маленький, кругленький, сладенький, в глазури пряник. Здрасте. Дверь покрасьте. Я требую угощений. Ты будешь топтаться ещё на месте, нет? Хвост весь обмуссуленный. Надо тебя искупать, Флойд. Ты безнадёжен. Каке вышло Ты безнадёжен, мне угот. Я ищу в тебя, в наёмные, Продолжение следует...